К юбилею Великой Победы в Горном Лагском районе открыли аллею памяти героев далекой и близкой войны. Имена и портреты участника Великой Отечественной украсили главную улицу районного центра. На открытие побывали глава муниципального района, родственники ветеранов и те, кому завещано хранить народную память. Представители подрастающего поколения. Хадижа Пурбанова продолжит. Чтобы все знали героев в лицо, в самом центре живописного кумуха теперь размещены фотографии участников Великой Отечественной. Как символ народной памяти, как напоминание о подвиге поколения победителей и тех страшных муках, через которые прошли наши предки. Здесь портреты ветеранов удостоенных высоких наград не только выходцев из Лагского района, но и фронтовиков со всего Дагестана. Естественно, мы готовились к этому юбилейному мероприятию «75 лет победы Великой Отечественной войны». И арккомитеты обсудили. Мы не отделят лагских, даргинских, аварских, русских героев. Героев Дагестана, аллеи героев Дагестана здесь. И арккомитеты обсудили. Мы, конечно, это хотели по-другому. Как всегда, мы проводили 9 мая парад провести здесь. Ситуация с коронавирусом нарушила грандиозные планы. Яркого парада в честь окончания войны в этом году ждать не пришлось. Это расстроило многих, ведь для жителей села история войны – личная или семейная история жизни. На фронт из Лагского района отправились более 6 тысяч человек. Сегодня, 79 лет спустя, на открытие аллеи славы собрались и родственники ветеранов. Для них это событие знаковое. Многие не сдерживали эмоций. С нашей семьи, семьи Шахшаевых, ушли на фронт 6 человек. Двое не вернулись. Один умер на Украине, один умер под Сталинградом. Для моего отца и для нас, его детей, это очень важный праздник. День Победы. Он бы гордился, что открыли эту аллею. Во-первых, я от учедшего своего отца, от тех 6 тысяч лагцев, которые ушли на фронт, воевали в 1941-1945 годах, хочу поздравить весь народ той великой державы Советского Союза с юбилеем нашей Победы. Имена Героев Победы и краткая история их жизней украсили центр Горного Кумуха. Почетное место выбрано не случайно. Здесь же рядом парк, куда часто приходит молодежь, которая, на примере Героев прошлого, должна созидать и строить будущее. Да, конечно, это важно. Например, даже из моей семьи есть дедушка и бабушка, которые воевали. Для нашей семьи это очень такая дата, можно сказать. Мы бы сейчас не жили вот так вот, свободно. Мы не знаем, что могло бы быть, если бы не эти люди. Я очень рад, что сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память погибших воинов за наше светлое будущее. Ведь если бы они не боролись за наше будущее, сейчас бы нас не было. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Лакский район.